МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Шарайна. В студии работает Асем Булаткз. За сутки в Восточно-Казахстанской области зарегистрировано 197 случаев коронавирусной инфекции. Из них 38 в Усть-Каменогорске и 35 в Семее. Темп прироста по области за 24 часа составил 1,5%. Также с 15 ноября и до официальной отмены постановления главного санврача в Восточно-Казахстанской области на карантин закрыли еще один город – это Алтай. Сегодня в стране действуют 90 бесплатных центров казахского языка и около 4 тысяч школ с казахским языком обучения. Каков уровень государственного языка в нашем городе? Какие меры принимаются для его развития? Ответ на эти вопросы в следующем сюжете. Казахский язык имеет возможность стать объединяющим фактором и еще больше укрепить единство народа нашей страны. Для того, чтобы он стал языком межнационального общения, необходимо последовательно расширять круг и увеличивать количество изучающих его, сказал Ельбаса на заседании Совета Ассамблеи Народа Казахстана. Семья посолом главного специалиста семейского отдела культуры и развития языков Айгирим Байжумановой, в этом направлении проделана значительная работа и есть большие планы по продвижению казахского языка до уровня языка межнационального общения. В рамках программы 2020-2025 годов в марте текущего года Акимом города был принят план действий. Со стороны городских властей оказывается поддержка для тех, кто хочет изучать казахский язык. К примеру, с 2013 года в нашем городе работает Центр изучения казахского языка. На сегодняшний день 3364 семейчанина прошли через эти курсы. Для расширения сферы казахского языка проводится много мероприятий. Среди представителей других национальностей проводится чтение Абая, Шакрима и многие другие конкурсы. Недавно проходила акция Мин Казахша Сюлимин. Мы собираемся провести конкурс эссе в честь Дня Первого Президента. В конкурсе будут участвовать представители других народов, которые будут писать эссе на казахском языке. Специалисты отдела культуры и развития языков также проводят мониторинг за исполнением статьи 21-го закона Республики Казахстана о языках. Они анализируют использование языка в наружной информации и рекламе. В этом году мониторинга была оплачена около 200 объектов. При этом выявлено более 20 нарушений. Поэтому постоянно проводят преодъяснительная работа с субъектами малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день 5 объектов скорректировали свою рекламу в соответствии с законодательством. В Казахстане за 9 месяцев текущего года на дорогах страны совершено 8 933 дорожно-транспортных происшествий. Почти ежедневно и в нашем регионе гибнут люди или получают ранения. Наш корреспондент поинтересовался, какие перекрестки и дороги в семье самые аварийные и почему. На данный момент по городу Семей несколько улиц являются аварийно опасными. То есть те улицы, на которых зачастую совершаются дорожно-транспортные происшествия, связанные с самим транспортом. Бывают и наезды на пешеходов. К примеру, улица Абая, проспект Шакарима, улица Коржабаила, проспект Бустаева являются на данный момент самыми аварийно опасными улицами у нас в городе. Нами в целях недопущения, в целях профилактики, недопущения совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе и наездов на пешеходов, на постоянной основе проводится анализ дорожно-транспортных происшествий, из которых мы действительно силами комплекса сил полиции перекрываем полностью город, добиваемся снижения аварийности. К примеру, в сумерке, когда солнце садится, когда очень плохая видимость по городу, семье, мы выставляем максимально патрулей, и все патрули работают именно по безопасности дорожного движения. А так, круглосуточно мы работаем, убираем лица пьяных с улиц. Есть факты, когда лица в нетрезвом состоянии, зачастую пешеходы сами переходят в проезжую часть в неположенном месте, тоже попадают под колеса транспорта, независимо от времени суток. Есть такие моменты. Также есть факты у нас в городе, когда вроде бы ДТП незначительное. Если бы все пассажиры и водитель соблюдали бы правила вооружения, я имею в виду в плане пристегивали бы ремень безопасности, то можно было бы обойтись вообще без жертв физических, без физического вреда. Просто был бы материальный ущерб машины по машинам и все. У меня как бы обращение к водителям, к пассажирам транспорта. Обязательно пристегивайте ремни. Пассажир, водитель, который пристегнут, он более безопасен уже от ударов при столкновении. Также хотел бы призвать водителей к повышению уровня водительской солидарности, водительского этикета. Зачастую наши водители, вот, к примеру, согласно закону о дорожном движении сейчас на территории населенных пунктов, запрещено нам, полицейским, измерять скоростной режим, скоростной режим, то есть выявлять нарушения, связанные со скоростным режимом. Эти нарушения выявляются сотрудниками, кто работает от раз. В городе семей, точнее, в населенных пунктах это рассчитано на специальные средства, на процессинговые центры, на такие камеры знаменитые, которые Сергек. На данный момент у нас в городе этих камер нету, водители злоупотребляют, некоторые просто, наверное, по своей молодости, по своей глупости недопонимают, что это очень серьезно, что при совершении скоростного режима тоже ДТП зачастую случается. Также хотел бы довести, что почти каждое седьмое дорожно-транспортное происшествие происходит из-за выезда на встречную полосу движения. Мы регулярно выявляем данные правонарушения, именно со стороны водителей, они знают, некоторые, я понимаю, приезжие, которые приехали к нам в город, они не разбираются в дорогах, в развязках наших, путаются, а местные жители, которые у нас в городе живут, нарушают, некоторые умышленно проезжают, выезжают на встречную полосу движения, сейчас, примерно, по городу семей, сами знаете, да, улица Бостаева, улица Коржабаева, улица Абаева убрали вот эти разделительные полосы, вот в этих местах зачастую нарушают правила движения водителей, выезжают на встречные полосы, хотя там идет двойная, сплошная, улица Коржабаева я перечислил, нет, я не помню. Даже с учетом того, что сегодня уже середина ноября месяца во всех регионах нашей республики выпали выпали осадки в виде снега, призываю всех граждан быть готовыми к этому переходу, желательно уже сейчас произвести замену шин с летнего на зимний, чтобы быть готовым в любой момент, даже, по-моему, сегодня погода такая, холодно на улице, возможно, сегодня выпадет снег. Многим жителям микрорайона Коржабаева пришли счета за отопление, серьезно превышающие обычную сумму. В квитанции за октябрь начисления оказались почти в два раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Пожалуйста, умоляем вас, помогите решить данную проблему, написали жители на сайт семьи жалоба. Мы, жители Карагайлы, 35, пришел счет за отопление с теплокоммунной энерго, и мы все в шоке. Суммы невероятные. Если раньше мы платили за двухкомнатную квартиру около 4-5 тысяч тенге, то сейчас в два раза больше, почти 10 тысяч 200. Вопрос, за что платим? Надо сказать, что успокоить население никто не торопился. Журналисты обращались в теплокоммунной энерго, но прокомментировать ситуацию помешали. Отсутствие руководства, совещание, которое, как сообщили в приемной, затянется надолго. Теплоценовой скандал затронул не только отдельно взятый дом в Карагайлы. Подобные сигналы поступили в редакцию из ЦЭМ поселка. Проблему взялись разъяснить в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства. Касательно показаний приборов многотажных жилых домов поселка Карагайлы на сегодняшний день, по данным, по нескольким жилых домов на услуги теплоэнергии начислено по тарифу. Получается, у нас в рамках подготовки к отопительным зимнему периоду каждый орган управления дома, либо это ПТ, либо это КСК, либо это простое товарищество, они должны подготовить дом к жилому, получается, к отопительному сезону, провести ряд мероприятий. Одно из них, это включает в себя, получается, подготовка приборов учета к зимнему периоду. Это водоснабжение, это теплоснабжение, это электроснабжение. Провести ревизию, так скажем. На сегодняшний день из-за незаключения договора с обслуживающей организацией по теплощетчикам, получается, у жителей получился вот такое начисление по тарифу. Это, получается, начисление за один квадратный метр. Вот на сегодняшний день по обращению жителей, у нас отдел сектора жилищной инспекции дали рекомендацию, чтобы они заключили договор с обслуживающей организацией. На сегодня они заключили договор. Ну, ведутся работы. Тем не менее, самим жильцам надо узнать, что на тариф может влиять несколько факторов. Установлен ли в доме общедомовой прибор учета или нет. Вовремя или КСК снимает показания с него и состояние дома в целом. Проверять свои начисления следует, конечно, в первую очередь в абонентском отделе обслуживания потребителей, поскольку, если в доме установлен счетчик, суммы могут сильно отличаться от общегородского тарифа. Ведь плата за отопление и горячую воду формируется не только из количества использованной воды, но и от ее температуры. Впрочем, одной из жительниц СМ-поселка в абонентском отделе честно сказали, что это их ошибка при начислении. Зазира Маликова, Довлеток Казинов, Санкар Толумхан, информационная программа «Шарайна», ТУК-6. В Казахстане более 200 тысяч человек платят алименты. В их числе есть и женщины, лишенные родительских прав. 16 сентября 2020 года в дежурную часть Ауэрского отдела полиции, управления полиции города Семей, поступил материал от частного судебного исполнителя в отношении 36-летней уроженки города Яльюс. Данная гражданка обязалась, начиная с 23 мая 2014 года, выплачивать алименты по содержанию своих несовершенних детей. Однако, с указанного времени алименты не выплачивались, в связи с чем в отношении данной гражданки было возбуждено уголовное дело по статье 139 Уголовного конкурса История Казахстана, а именно не выплата алиментов по содержанию своих несовершенних детей. После чего собранный материал по данному факту был направлен в виновный суд города Семей, где состоялся процесс и 36-летнюю жительницу города Семей осудили на год ограничения свободы. Добавим, что отказ от алиментов возможен только в том случае, если бывшие супруги смогли договориться о добровольном содержании ребенка. Для этого им нужно обратиться к судебному исполнителю и написать заявление об отказе. При этом, если одна из сторон отказывается от выплат, но потом меняет свое решение, то снова подать на взыскание алиментов уже нельзя. Это прописано в законе об исполнительном производстве. Прекращенное производство не может быть начато вновь. К художественному фильму «Конец атамана», получившему признание миллионов зрителей, 50 лет. Кинолента была создана на основе подлинных исторических событий, происходивших в Казахстане в 1920 году, когда ЧК разрабатывала операцию по ликвидации банд белогвардейского атамана Дутова. Главную роль в киноленте сыграл Асанали Ашимов. Сегодня глава государства поздравил актера театра и кино, народного артиста Казахстана Неймбегера Асанали Ашимова с 50-летием фильма. Президент подчеркнул, что кинолента, созданная совместными усилиями талантливого режиссера Шакена Айманова и большого творческого коллектива, занимает особое место в отечественной киноиндустрии и является одним из первых кино, снятых в жанре детектива. По сюжетной линии картины захват атамана Дутова и лишение белогвардейской армии ее лидера оказывается под угрозой из-за предателя. И все зависит от способности Чадьялова, роль Ашимова действительно в непредвиденной ситуации. В поздравительном письме президента Тукаева отмечается, что приключенческий фильм «Конец атамана» воспитывал подрастающее поколение в духе патриотизма и готовности к защите Родины. Заизра Маликова, Сумкар Толумхан, информационная программа Шарайна, ТВК-6. Я желаю вам всего хорошего, следите за нами в социальных сетях, до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова